Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И мы с вами по вашим заявкам продолжаем далее вести наш найважнейший плейлист Практическая грамматика английского языка с нуля. Действительно, у нас уже уровень около среднего здесь и, разумеется, много-много практики, чтобы все довести до автоматизма. Значит, если вы посмотрите 102 урок, мы с вами разбирали время Present Perfect и сейчас мы с вами переходим к практике. Итак, ваша задача переводить, соответственно, на английский язык и вы знаете, что можно использовать или полную форму, или краткую форму. Давайте пока для простоты я буду писать полную форму. Вы даже понимаете, что, возможно, и краткая форма. Потому что у нас запланировано, что в следующем уроке мы будем более подробно про нее говорить. Итак, переводим. Я уже был там. Да, видите, здесь уже немножко сложнее. Нужно больше времени, чтобы подумать. Но, опять же, вы можете смотреть или в замедленном режиме, или делать паузу. Но, опять же, то есть, несмотря на то, что тема стала сложнее, это не означает то, что мы должны больше ждать. То есть, нужно и автоматизма, на самом деле, добиться и в этих темах. Итак, я уже был там. I have already been there. Видите, already железно нам указывает на это время. I have already been there. Я был в Испании три раза. Я был в Испании. I have been в Испании to Spain три раза. Three times. I have been to Spain three times. Они уже предостерегли нас. Значит, вспоминайте, как будет глагол «предостерегать». Мы с вами, насколько я помню, в уроках упоминали этот глагол. Значит, «предостерегать» — это глагол «вон». Итак, «они уже предостерегли нас». They have already warned us. Звук «о» — «want». They have already warned us. Они критиковали его много раз. Они, they, they, критиковали его. They have criticized him много раз. Many times. They have criticized him many times. Я слышал эту информацию дважды. Имеется в том, что в настоящее время. Я слышал эту информацию. Он только что перевел этот текст. Он только что. He has just перевел этот текст. He has just translated this text. Ну, на самом деле, друзья мои, у нас запланировано с вами много как раз будет предложений в практике именно на третью форму. Действительно, это намного сложнее, чем вторая форма. Вот, соответственно, у нас скоро будет, соответственно, практика по неправильным глаголам. И там, разумеется, нужна третья форма. Глаголов неправильных много. Поэтому примеров будет много, так что не волнуйтесь. Итак, далее. Она потеряла свою работу в этом месяце. Она потеряла. Она потеряла. She has lost свою работу her job в этом месяце this month. She has lost her job this month. Я только что понял тебя. Я только что. I have just понял тебя understood you. I have just understood you. Я был там много раз. Я был там. I have been there много раз. many times. I have been there many times. Она была в Италии дважды. Она была She has been в Италии to Italy мы с вами про это говорили to Italy дважды twice. She has been to Italy twice. Итак, повторяем. I have already been there. I have been to Spain three times. They have already warned us. They have criticized him many times. I have heard this information twice. He has just translated this text. She has lost her job this month. I have just understood you. I have been there many times. She has been to Italy twice. Далее. Мы только что обсудили это. Мы только что. We have just обсудили это. We have just discussed it. Next. Я видел это много раз. Я видел это. I have seen it много раз. Many times. I have seen it many times. Далее. Вот такая ситуация. Прослушайте, потом переведете. Я потерял свои ключи. Это было ужасно. Вот описывайте какую-то просто ситуацию в прошлом. Не имеющиеся отношения к настоящим. Смотрите. Я потерял свои ключи. Это было ужасно. Как вы скажете? I lost my keys. Это было ужасно. It was terrible. I lost my keys. It was terrible. Next. Она уже поняла нас. Она уже. She has already поняла нас understood us. She has already understood us. Я был в Италии много раз. Я был I have been в Италии to Italy много раз many times. I have been to Italy many times. Они уже проинформировали нас. проинформировали нас. Они уже проинформировали нас. informed us. They have already informed us. Я был в Англии два раза. Я был в Англии. вы имеете в виду по настоящее время. Это верно. Я был в Англии. I have been to England два раза two times. I have been to England two times. Далее. Он объявил это на этой неделе. То есть объявил, если дословно, то анонсировал. вспоминаем глагол, как будет объявлять. Это глагол announce. Поэтому сами скажем. Он объявил это на этой неделе. this week. He has announced it this week. Они поженились в этом году. Они поженились. They have got married в этом году this year. They have got married this year. Я был в Испании три раза. Я был в Испании. три раза. Итак, повторяем. we we have just discussed it. I have seen it many times. I lost my keys. It was terrible. She has already understood us. I have been to Italy many times. They have already informed us. Thank you. Спасибо, друзья мои. Действительно, и на старуху бывает паруха, как говорят, да? Thank you. I have been to England two times. He has announced it this week. They have got married this year. I have been to Spain three times. Отлично, и еще у нас небольшая порция. Он видел ее на этой неделе. Он видел ее. He has seen her на этой неделе. this week. He has seen her this week. Встреча уже началась. Встреча the meeting уже has already и началась begun. Также, в принципе, допустимо и started, begin обычно используется в таком более формальном контексте. The media has already begun. Мы сами про это говорили. Далее, ситуация. Прослушайте, потом переведете. Я потерял свои ключи. Я не могу открыть дверь. Это ужасно. Подумайте. Я потерял свои ключи. Есть связь с настоящим, поэтому сами скажем, как я потерял свои ключи. I have lost my keys. I have lost my keys. Я не могу открыть дверь. I can't open the door. I can't open the door. Это ужасно. It's terrible. I have lost my keys. I can't open the door. It's terrible. Мы уже обсудили это. Мы уже обсудили это. Discussed it. We have already discussed it. Я был в Индии много раз. Я был в Индии. I have been в Индии to Индия много раз many times. I have been to Индия many times. Итак, повторяем. He has seen her this week. The meeting has already begun. I have lost my keys. I can't open the door. It's terrible. We have already discussed it. I have been to India many times. Друзья, мы отлично. Мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту. У нас с вами еще больше практики. Материал усложняется. Действительно, мы же должны все время повышать наш уровень и доводить до автоматизма не только простые, но и более сложные вещи. Thank you.